Как я уже говорил в Игрозоре, рецензировать интерактивное кино дело неблагодарное. Тяжко обойтись без спойлеров, да и наглядно продемонстрировать все достоинства проекта за несколько минут с монтажной склейкой практически невозможно. Однако не хочется оставить в неведении тех, кто прошагал мимо The Wolf Among Us и до сих пор об этом не жалеет. Разработчики из Telltale, конечно, в последнее время делают не столько игры, сколько ветвистые истории, где наша задача направлять повествование в нужное русло, опираясь лишь на собственную систему ценностей. И все же это весьма нетривиальный опыт на фоне однотипных шутанов про демократию и пассивно-созерцательных ужастиков. Порой полезно снять палец курка, оставить в покое горящие поля сражений и попробовать принять ответственность за свой выбор, нежели бороться с последствиями решений, принятых сценаристами. The Wolf Among Us предлагает нам примерить волчью шкуру и погрузиться в сказочный мир, где нет места детской наивности и пафосному героизму. Фольклорные персонажи волею судеб вытеснены из своей естественной среды обитания и осели на окраине Нью-Йорка в районе под названием Fable Town, где вынуждены исправно платить за чары перевоплощения и существовать под личиной простых смертных. Все просто, если ты белоснежка или красавица, но говорящим поросятам, прямоходящим лягушкам и прочим летающим обезьянам адаптироваться сложнее. Они обязаны покупать людской облик, иначе им грозит депортация на так называемую ферму, где в тесноте и обиде живут другие сказочные герои, у которых нет средств на антропоморфные чары. Иными словами, они обязаны покупать магию под названием гламур. Бигби Вульф, большой и страшный серый волк, здесь за шерифа. Его задача обеспечивать хоть какой-то правопорядок, следить за соблюдением гламурного режима и не допускать междоусобиц, чтобы фейблы жили тихо и мирно. Жесткие и свирепые методы Вульфа, а также безжалостный прагматизм стали притчей во языцах, и репутацию мы можем либо поддерживать, либо корректировать по ходу повествования, которое берет свое начало в день жестокого убийства, что весьма нетипично для тихого района с понаехавшим из сказок контингентом. Банальное спасение проститутки от похотливых амбиций дровосека оборачивается для шерифа настоящим кошмаром. Гибель девушки становится катализатором целого ряда событий и расследований, распутывание которых займет аж целых пять эпизодов и 15 часов реального времени. Увы, взявшись за адаптацию комикса, Telltale связали себя по рукам и ногам, когда выбрали формат приквела. Фанатам графической новеллы наверняка интереснее, они впитывали дальнейшее развитие событий порционно на протяжении последних 13 лет, а вот новичкам тяжелее. Яркая вселенная мигом захватывает, но события развиваются крайне локально, а к судьбоносным решениям и уж тем более убийствам разработчики относятся предельно осторожно, что порой слишком уж заметно. Правда, надо отдать должное, вариативность все равно не страдает. Игра постоянно предлагает к решению диалоги и ситуации, где выбор так или иначе повлияет на все дальнейшее. Минус лишь в том, что геймплей едва ли не целиком построен на одних только диалогах. Лишь изредка приходится ходить на своих двоих или насиловать клавиши в квик-тайм ивентах, в то время как все ключевые и переломные моменты решаются выбором той или иной фразы. Или же молчание, которое зачтется как вариант автоматически, если не принять решение вовремя, а также может быть выбрано вручную. Это самая нейтральная реакция в ситуации, когда тяжело определиться с ответом. И все же порой многозначительная тишина может быть воспринята враждебно. Также, помимо реплик различного настроения, имеются некоторые жесты, элементы поведения, которые позволяют разрядить обстановку или же наоборот накалить. Можно ободрительно похлопать по плечу, а можно неодобрительно по роже. Еще как вариант достать сигарету, демонстративно закурить и посмотреть на собеседника холодным волчьим взглядом из-под лобби, будто знаешь больше, чем говоришь. Со всем этим дипломатическим арсеналом мы пытаемся расположить к себе самых разных персонажей, причудливых неплательщиков, скорбных проституток, наглых сутенеров и неприветливых коллег. По традиции сойти за пряник не получится, уступка одному зачастую влечет за собой негодование другого. Балансируя на грани, извлекаем любую ценную информацию и с большим отрывом преследуем негодяев, рассыпаясь в догадках. Для неподготовленного игрока, без опыта взаимодействия с творчеством Telltale, все это не более чем бесконечная кат-сцена, на первый взгляд. И когда пилотный эпизод плюет в лицо титрами на самом интересном месте, может показаться, что авторы позабыли сделать геймплей. Доля справедливости в этом есть, но таков удел едва ли не всех эпизодических игр, ведь разработчики обязаны не только поддерживать накал страстей, но и выходить на разгон, чтобы порции не приедались. Вы полюбите The Wolf Among Us не за простенькую рисованную графику, которую с легкостью тянут планшеты эконом-класса, и не за геймплейную свободу с просторными локациями, которых здесь нет. Игра покорит вас историей и саундтреком, персонажами и атмосферой, талантливой подачей детских сказок на взрослый манер и, конечно, прекрасно переданным ощущением влияния ваших решений на развитие событий. Да и любители экшена не останутся в обиженках. Агрессия растет по ходу сюжета и достигает пика на закате истории, так что никто не уйдет без шрама на теле или на душе. Впрочем, дальнейшим повествованием рискую рассказать и показать слишком много, так что оставлю, пожалуй, детали на радость самостоятельного познания. Выводы, как всегда, остаются за вами.